Пока ничего не было. Получится, вы ехали по трамвайным путям? Да, да. Одна машина на обочине, другая с разбитым бампером. Первые кадры с места аварии на Челюскинсов. Предполагаемый виновник дорожного ЧП ехал по запрещенной с недавнего времени трамвайной полосе. В результате движения рогатых встало, а участники аварии подсчитывают ущерб. Я двигался по Челюскинсов. Здесь на этом развороте я хотел развернуться. По правилам? По правилам. Посмотрел в зеркало, его не видать. А там Низинова, наверное, в мертвой зоне был. Ну и все. Ну вот представляете, с какой он скорость ушел, что он в машину в полку болел. Получается, он ехал по трамвайным путям? Да, здесь. А он, говорит, там несся вообще-то жмал. Благодаря ограждениям, специально установленным конусом выдохнули водители трамваев и их пассажиры. В пробках они простаивали до получаса. Теперь же страдать будут все остальные. Для движения транспорта осталась всего одна полоса. А это значит, что в часы пик Челюскинсов однозначно встанет колом. Представьте, ломается на Челюскинсов большой груз. Включает аварийку. Слева конусы, справа дома. Никаких карманов, чтобы развернуться, нет. Грузовик тоже не подвинуть. В результате автомобилистам придется коротать время в огромных пробках. Вообще неудобно. То есть перестраиваться неудобно, поворачивать неудобно. Места очень мало. Вообще первый раз не еду, я офигела. Получается, удобно только трамваям. Да? Вот им удобно. Конечно, неудобно. Потому что пробка собирается, особенно сейчас вечером. Здесь будет полностью транспорт стоять. Транспорт стоит, начиная от Гоголя, от партизанской и кончая молодежной. Тут столпотворение ужасное. Ну, видимо, это все связано, наверное, с новым рынком, с мостом. Я думаю, так. Хотели, чтобы вот этот транспорт, трамвай, шли намного быстрее. А для автомобилистов это стало намного хуже. Для водителей легковушек, грузовиков и маршруток новшество не сыграло на руку, а отчасти озлобило. А это значит, что проводя время в пробках, некоторые автомобилисты могут не сдержаться, выехать на запрещенную для них трамвайную полосу и дать по газам. И если первое ДТП закончилось погромом металлолома, то где гарантия, что следующее не станет смертельным? У людей же нет знака, потому что здесь нельзя ехать. Уже должны привыкнуть, уже давно вот это стоит, но они, видите, не обращают внимания на это все. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком.